МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Умные светофоры заработали на улице Станционная. Пока ими управляет диспетчер, позже система будет регулировать дорожное движение в автоматическом режиме. Ожидают, что благодаря ей пробок на дороге станет меньше. Какова ситуация на Станционной сегодня, узнал Александр Сульдин. Умную систему управления движением запустили на Станционной. По прогнозам разработчиков, скоро заторов здесь станет меньше. Большему количеству машин дадут более долгий зеленый свет. Систему компания «Софтлайн» представила на форуме городские технологии. В апреле с муниципалитетом подписали соглашение. Интеллектуальную систему разработчик установил за свой счет. Им было предложено Департаментом транспорта вот эта улица, достаточно загруженная, станционная, вместе с площадью энергетиков, где всегда тоже пробки, проблемы. И они это сделали, установили датчики. Я надеюсь на успех, уверен. И потом эта технология будет распространяться на весь город. Цветофоры на Станционной оснастили специальными датчиками. На улице установили два десятка видеокамер. Система заработала накануне вечером. Сейчас она не только собирает данные о дорожном потоке, но и управляет движением. Диспетчер, сидя в комфортном офисе, смотрит в монитор и принимает решение, сколько над этой полосой гореть зеленому. Пока системой управляет человек, судя по тому, что дорога свободно справляется. Позже выяснят, в какое время транспортный поток наиболее плотный. Компьютер рассчитает, сколько секунд должен гореть красный или зеленый свет утром, днем и вечером. Так движением сможет управлять искусственный интеллект. В России элементы системы уже есть в нескольких городах. Они работают в тестовом режиме. Пока разработчики ориентируются на иностранный опыт. Сейчас нью-йоркские пробки растаскивают систему с искусственным интеллектом и делают это вполне успешно. Количество пробок за 10 лет у них снижается, а не растет. Несмотря на рост автомобилей. Первые результаты работы умной системы надеются получить уже к следующей неделе, аккурат к началу форума «Технопром». Александр Сульдин, Евгений Макаров. Новосибирские новости. Первые итоги форума «Новосибирск. Город безграничных возможностей» подводят сегодня. Завершается деловая программа. Называя наш форум, если хотите так громко, город безграничных возможностей, мы с вами понимали, что таковым на сегодняшний день наш город не является. Но не поставив задачу перед собой, не двигаясь целенаправленно к этой цели, в общем-то цели будет сложно добиться. В этом году на форуме более 10 тысяч участников обсуждали, как сделать мегаполис удобным для всех. Основными критиками на дискуссионных площадках выступили люди с нарушениями здоровья. Часть предложений реализуют на улицах города уже в ближайшее время. А некоторые новосибирские идеи воплотят в жизнь в других мегаполисах. Показ в парке короткометражных фильмов в открытом пространстве, когда это может увидеть проходящий мимо человек, который об этом никогда не задумывался, посмотреть этот фильм короткометражный, который поднимает очень острые социальные темы. Вот я думаю, что этот пример мы точно будем себя реализовать. У нас есть огромный парк. Экзоскелет, рукоманипулятор, аудиогид и другие разработки школьников тоже представили на форуме. В мозговом штурме приняли участие ученики 18 школ города. Они впервые защищали публично свои идеи перед экспертами форума. Александра Медведенко тоже познакомилась с разработками. Анатолий Локоть, инженер по образованию, с юным изобретателем разговаривает на равных. Разработки у школьников перспективные. Экзоскелет, робот-поводырь, рукоманипулятор. Может быть и использование в технике, в промышленности, то есть, допустим, чтобы работать с какими-то большими грузами или в условиях, где человек не может работать. Или работать, допустим, с какими-то реагентами химическими, которые, ну, можно ожоги рук получить, да. Ну, а людям с ограниченными возможностями, то есть человек, управляя голосом, может совершать, управлять движением своей руки. С другой стороны, проекты, созданные для детей с особенностями здоровья и совместно с ними. Это продукция, которую мы изготовили совместно со 152-й школой-интернатом. Это пазл для слепых и слабовидящих. Также у них есть три уровня сложности. Первый уровень – это когда шрифт Брайля есть и на самом пазле, и на подложке, на которую они, так сказать, приклеиваются. Второй уровень – это когда либо с подложки, либо с пазла убирается шрифт, и они уже как-то по памяти их восстанавливают. И третий, самый последний уровень – это когда шрифта вообще нет. К своим проектам школьники относятся не по-детски. Очень ответственно. Я хочу сказать, что даже пытались попробовать себя в роли инвалида, понять, что человек чувствует. И вот, наверное, это такое основное, что они попробовали и сказали, а да, мы вот это не учли. Школьный хакатон – часть форума «Новосибирск. Город безграничных возможностей». Сегодня представляют лучшие разработки, а во время учебного года юные инженеры продолжают трудиться над своими изобретениями. У них нет проблем с общением. И ребята очень легко подхватывают любую идею и помогают своим сверстникам, помогают решать их проблемы, с которыми те столкнулись в жизни. И мне всегда очень интересно приходить на этот детский хакатон, потому что здесь иногда представлены, ну, такие интересные идеи, и такие решения находятся, которые вообще достойны очень высокого уровня. Разработки предыдущих хакатонов действительно взяли в производство. К примеру, парту-кушетку, придуманную для школьников с проблемами опорно-двигательного аппарата, уже можно купить у официальных производителей. Александра Медведенко, Дмитрий Канн. Новосибирские новости. Сегодня в аэропорту Толмачево открыли международный военно-технический форум «Армия-2018». На нем представлены сотни видов современной военной техники – вертолеты, зенитно-ракетные системы, бронетранспортеры. На открытии побывал Александр Потенихин. Десятилетний Кирилл мечтает стать летчиком. Сегодня мальчик впервые увидел легендарный истребитель МиГ-25. Удалось даже забраться внутрь, посмотреть кабину пилота. Как будто я в небе и сейчас прыгну с парашюта. А ты в будущем хочешь стать пилотом? Да. А почему? Ну, потому что они быстрые и прыгают с вертолетов. Сегодня стартовал форум «Армия-2018». На аэродроме Толмачева выставили на показ около сотни единиц современной военной техники. На данной территории представлено вооружение, военная техника. Не только 41-й общеводской армии, но также техника Новосибирского гарнизона. В связи с предстоящими маневрами «Восток-2018» часть техники задействована в этих маневрах и учениях. Поэтому то, что представлено здесь, она не привлекалась. Оставлено специально для жителей города и жителей Новосибирской области. БМП, вертолеты, истребители, современная экипировка и стрелковое оружие – лишь малая часть всех экспонатов. Можно познакомиться с самой современной техникой, которая совсем недавно поступила на вооружение. Бронированный автомобиль «Тайфун-К» служит для перевозки личного состава. Сюда вмещается 16 человек. Эта машина уже зарекомендовала себя на операции в Сирии. На вооружении у новосибирских военных «Тайфун-К» находится с 2018 года. Как отмечают военные эксперты, силы русской армии не только в современной технике. Во время показательного выступления это наглядно доказывают десантники. Зенитно-ракетная система С-400 служит настоящим щитом от нападения с воздуха. Комплекс способен поразить цели на дальности до 400 километров. Пусковая установка С-400, в простонародье ее называют «Триумфом». Предназначена для поражения вражеских целей в воздухе. Точнее, захватывается цель с помощью ВВО, захватывается, подает сигнал на пушку, и уже с пушки отправляется ракета в воздух. Выставка «Армия-2018» продлится до 26 августа. Александр Потенихин и Олег Ролевец. Новосибирские новости. Новосибирские пенсионеры-садоводы получат 100 дополнительных бесплатных торговых мест. Специальные киоски установят в разных районах города в следующем году. Чтобы получить бесплатное или льготное место, нужно гарантировать более низкие цены, чем в магазинах. За содержание места садоводы не платят. Сегодня муниципалитет предоставляет около 800 торговых точек. Это места на социальных ярмарках на улице Петухова и Большевистской. Если к нам приходит заявитель и просит попасть на эту ярмарку, мы у него плюс к заявлению требуем приложить ассортиментный перечень с ценой, которую он предлагает для реализации товара на этой ярмарке. В случае, если цена на определенный вид продукции ниже на 7%, чем у тех, кто стоит сейчас, им даны 2 недели на приведение в соответствие к тем ценам, которые предлагает новый оператор. Если они этого не делают, то в течение месяца они обязаны освободить это место. Завтра в 3 часа в Центральном парке отметят Общегородской день соседей. Праздновать в районах начали накануне. Стихами и песнями жители отметили 65-летие улицы Звездная. В Первомайском районе он всегда славился, что он такой добродушный, такой очень отзывчивый. Мы все друг друга знаем. Вы спросите, кто меня не знает, кого я не знаю. Поэтому нет, хорошие люди, все-таки встречаются. Но в основном-то они хорошие. Вот они сегодня пришли на праздник. Я думаю, если бы им не хотелось, они бы не пришли. В 1953 году в районе железнодорожного переезда начали строить исправительно-трудовую колонию. Рядом возводили жилые дома для сотрудников учреждения. Постепенно вырос новый микрорайон. Городские власти предлагали назвать улицу Грунтовая. Однако жители были против. К этому времени ее уже заасфальтировали и благоустроили. Объявили конкурс на лучшее название. Победил вариант улица Звездная. В Нарымском сквере завершился кинофестиваль «Кино без границ». За три дня жители города увидели восемь короткометражных фильмов о жизни людей с ограниченными возможностями здоровья. Среди зрителей тоже были и слепые, и те, кто передвигается на коляске. Увидеть и услышать, что происходит на экране, им помогали волонтеры. Анна Братушкина подробнее. Путь от метро до Нарымского сквера немецкая овчарка Дезара Царевна знает хорошо. Приводит свою хозяйку сюда уже третий вечер. Надежда Корнеева слепая, однако особенность здоровья не мешает ей наслаждаться кино. Мы пришли на кинофестиваль посмотреть фильмы. Позавчера, например, были очень такие проникновенные, очень душевные фильмы. Нам очень понравилось. Мы третий день здесь уже, третий вечер. Ну, нам очень нравится. Мы вообще любим посещать различные мероприятия и жить полной жизнью. Увидеть и услышать фильмы фестиваля людям с особенностями здоровья помогает команда волонтеров. Помогаем колясочникам, допустим, заехать сюда, уйти. Людям плохо зрячищем мы помогаем, допустим, дойти до метро, а там они уже сами могут дойти, откуда им надо. Кино-фестиваль «Кино без границ» в Новосибирске проходит впервые. Каждый вечер в Нарымском сквере собирается больше полусотни зрителей. Среди них и здоровые люди, и горожане с особыми потребностями. Мы надеемся, что эти фильмы заставят каждого задуматься и стать на минутку добрее, внимательнее. Внимательнее к себе, к тем, кто рядом. К этой жизни. Для фестиваля команда экспертов выбрали восемь короткометражных фильмов. В каждом история о человеке с ограниченными возможностями здоровья. И каждая короткометражка учит добру и вере в лучшее. Эта форма, когда кино показывается на траве, в такой достаточно непринужденной обстановке, нам показалось, что вряд ли она предусматривает именно какие-то длинные произведения, когда нужно полтора часа безотрывно следить за драматургией, за сюжетом. Организаторы рассчитывают повторить фестиваль следующим летом. Возможно, он станет ежегодной традицией. Анна Братушкина и Дмитрий Кабанов. Новосибирские новости. Испанскую свадьбу, трагедию Набокова и русский роман сыграют на сцене «Глобуса». Театральный сезон откроют через неделю. Первая премьера в конце сентября. Новосибирцам покажут русский роман. Спектакль поставит обладатель национальной премии «Золотая маска» Марат Мацуев. Появится в афише театра и постановка по роману русского классика Владимира Набокова «Камера обскура». Это произойдет после Нового года. Перед этим зрителю расскажут, как стать Снегурочкой. И покажут учителя танца знаменитого драматурга Лопе де Вега. Это будет наша внутренняя игра в свадьбу. Там действия происходят на свадьбу. Свадьба в стиле викторианской Испании. Ну, не викторианской, а вообще эпохи барокко. Вот. И, в общем-то, мы попытались сделать очень яркое действие. Фестиваль инклюзивных театров проходит в Новосибирске. Люди с ограниченными возможностями здоровья ставят спектакли вместе с профессиональными актерами и режиссерами. Подробнее Екатерина Макаркина. О фантазиях детстве и том, как спасти себя, когда на душе тяжело, рассказываются сцены подростки с инвалидностью. Ни одной придуманной историей документальную пьесу составили из собственных исповедей. Мы с ребятами так, видимо, сильно уже доверяем друг другу, так хорошо общаемся и так близки стали, что со мной они разговаривали легко. Но все равно потребовалось какое-то время, чтобы хоть как-то, чтобы понять, о чем мы вообще разговариваем. Со спектакля про реальность, в которую периодически сбегает каждый, начинается фестиваль инклюзивных театров. В программе нет ничего заурядного. Во всех постановках эксперименты с формой, текстом и актерским существованием. Организаторы уверены, в такие проекты приходят самые смелые режиссеры. На зрителей, мне кажется, они действуют как некий антидепрессант. Когда я сама смотрю инклюзивный спектакль, ну, переполняет просто эмоции, и потом очень хочется жить, творить, работать, и тебя смешат, вызывают эмоции, и совсем не чувство жалости какое-то, которое, может, кто-то ожидает. Инклюзивный театр в Новосибирске только начинает развиваться, но делает это уверенными шагами. Я о таком только могла мечтать. Я нигде не видела инклюзивные спектакли, только слышала и видела там в интернете какие-то кусочки. А теперь за три года, да, после моей мечты, у нас уже тут театральный фестиваль. Есть две театральные инклюзивные студии, в которых я работаю. В этом году фестиваль вырос. К трём новосибирским проектам добавился один московский. Инклюзивная постановка «Грозы Островского». Спектакли можно посмотреть до конца недели. Екатерина Макаркина, Дмитрий Кабанов, Новосибирские новости. Быть в курсе последних событий поможет радио «Городская волна», частота 101,4 FM. А на сайте НСК Ньюс Инфо читайте о том, как работают платные городские парковки в Новосибирске. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова